Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы напали на Яведа и Профессора. Нас защитил только вот магический щит, который наложила на нас Меригольд. Такс. Профессор, иди-ка сюда! Саламандры. Что за ерунда. Да блядь, что за говно. Давайте лучше так. Профессор, есть разговор. Признаюсь честно, мне казалось, наша следующая встреча будет другой. Твоя искусственно продленная жизнь очень скоро закончится. И думаю, я должен рассказать тебе, насколько бесполезна она была. Ты умрёшь, понимая, что всё это время был ошибкой истории, ошибкой... Ну, ещё какой-нибудь чушь скажешь, профессор? Подумай вот о чём. Почему ты всеми силами противишься созданию поколения новых ведьмаков? Давай короче! Давай короче! Просвети меня. Просвети меня. Просвети меня. С радостью. Им не удалось избавить вас от эмоций. Мутация не закончена на 100%. Поэтому они и остались людьми. И уничтожать нечисть, а не делать выводы, рассуждать или сомневаться. Вы уже неэффективны. Мы оба это знаем. Что ж. Сейчас это обуреваемое сомнениями ошибка истории тебя просто-напросто убьёт. Так что хватит разговоров. Потанцуем. Давай иди сюда, тварь. Что это такое, блядь? Подожди. А теперь, профессор, ты сдохнешь. Ты победил. Что ж, иди. Твои бесценные сокровища тебя ждут. Ты получил, что хотел. Пощадишь? Нет. Попытка не пытка. Ты умеешь отбивать стрелы. Я не Лео, тварь. Судя по всему, произошёл взрыв. Ах. Бля. Ах. Бля. Это чё за нахер? Бля. 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 Ладно. Подожди. Сундук. Какой-то там сундук есть. Да в жопу ладно. хотя нет надо посмотреть уж там чё ценное вот так не особо а это же надо мне сейчас выпить этого блять филина или как она называется пурга не не то позволяет обнаружить невидимых противников не то рефорда белого не то у меня что нету пурги да бля как это я так не подготовился то черт ну ладно хер с ним по-моему сражаться с этой штукой бесполезно я могу устроить обвал чтобы заблокировать проход ну да ой пардон хуйню сделал это просто так это проверка была вы не подумайте я это все было так и задумано так как-то быстро она обвалилась даже без всяких приколов там анимации просто упала нахуй все так ну ладно фиг с ними с теми деньгами побежим далее вот тут я сохранюсь подпорки я могу устроить обвал чтобы заблокировать проход бляха муха фига вас там да блять что за нафиг оно не должно было упасть я хотел просто их раскидать ну ладно но придется прорываться с боем а как иначе а а бля а ч ладно так сперед но тут уже надо бы драться подходящее место на самом деле На самом деле, чтобы сохраниться... Я понял. Это было, блядь, опасно. Очень, очень опасно. Так, ну мне нужно прорываться по-любому. Ну, блядь, как тут иначе? Она эта хер выскакивает и меня за два удара убивает. Ну вы поняли, да, почему я ненавижу это место? Давай, бафайся уже. Бейся! Ой, блядь, надо бежать! Не туда! Победа! Победа! У-у-у-у! Да нахуй! Хорошо! Нифига, я на паузе, мне похуй. Такс. Это выбрасываем. Это выбрасываем. Это выбрасываем. Что еще можно выбросить? Так, погром в риве... Вот, погром в риве я оставлю. Вот это выкинуть нахер. Ну и тут, я думаю, для предметов места хватит, да? Нет! Что это было? Ага, хорошо. Мне предметы хочу забрать, что это за говно? Все, 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 все. Хлеб, бутылочки, баночки, говно. Яростки киморы. Да, яростки киморы изучены. Все, уходим отсюда! Это была великолепная битва, на самом-то деле. Такс. Жалко, не дали мне собственноручно прикончить профессора. Но дай ладно. Так это ихнее логово было где-то рядом с дамбой. Хм, удобно. О, бля. Ада? Хм. Рыжая бестия. Привет. Надо мне было знать, что ты поймешь, откуда поддельные печати. Ошибалась у тебя. Ты не просто убийца монстров. Мои таланты видны при близком знакомстве. Есть шанс, что ты еще не знаешь всего? Увы, я знаю, ты хотела захватить власть, пока нет отца. И я знаю, что твои союзники — саламандры. Я планы не меняла. Я тебя приговариваю к смерти и казнят тебя немедленно. Но попробуй. Прости, Геральт. Государственный интерес. Тогда у меня право на последнее желание. Поцелуй меня. Почему нет? Это святой обычай. Хорошо. Не дождешься? Ах, Трис! Телепортировали. Вот дьявол. Хе-хе-хе-хе-хе. Молодчинка, Трис. Берег у озера. Одна из последних локаций игры. Четвертая глава. Вау. Смотрите, он исчезает. Класс. Ты выпал из той странной дырки в небе. Ну да. Какая умная девочка. Мама говорит, я всегда сую нос куда не следует. Очень может быть. Я знаю все на свете. Ну спроси меня что-нибудь. Что это за место? Это берег. Здесь живет рыбак. Там находятся темноводья. А дальше поля. На озере есть Отмель. Такой маленький островок. Туда можно добраться только на лодке. Ты действительно многое знаешь. Я знаю все на свете. Такс. Что здесь происходит? Алина. Дочь Салтиса выходит замуж. Мама говорит, и за денег. Понятно. А еще мама говорит, что сестра Алина и Селина неровно дышат к Юлиану. Он жених Алины. Живет в талерне. А как это можно дышать неровно? Это значит, что ей очень нравится Юлиан. А, значит Юлиан неровно дышит к Алине. Селина неровно дышит к Юлиану. А Алина хочет получить золото Юлиана, но зато неровно дышит к Адаму. Ёп твою мать. Санта-Барбара шраная. Я знаю все на свете. Ага. Так. Здесь есть город. Подводный город древнего народа. Там полным-полму сокровищ и чудовищ. Сейчас там живут рыболюди. Я их боюсь. Хотя тот, что сидит у статуи владычицы, вроде бы не страшный. Его можно встретить только если других рыболюдей нет поблизости. Кажется, я теряю ход твоих мыслей. А еще я иногда ношу бедным больным эльфам рыбу, которую ловит король рыбак. А там, на берегу, можно встретить владычицу. Она красивее даже Алины. И она тоже неровно дышит. Я совсем запутался. Вот, глупый взрослый. Как интересно, вы можете заботиться о нас, когда сами ничего не понимаете и только и делаете, что неровно дышите. Такс. Здесь на берегу безопасно? Да. Иногда, правда, из воды выползают злые рыболюди и прогоняют того забавного рыболюда. Тогда я прячусь возле хижины рыбака. Умница. Еще бы. Ясно, но это все. Такс. Место под названием берег. А я Геральт. Приятно познакомиться. Я не настолько хорошо знаю твой язык. Это заметно. Что ж, поговорим. Ты на колене стоять перед владычицей. Мы говорим. Ты не стоять. На колене, значит, ты и дорогой. Думай, не говорите. Ладно. Значит, я должен отдать дань уважения владычице озера. Так быть. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... ...для того, кто умеет управляться с мечом. Люди быть страшны враг для водяной. Они нанимают злющий ведьмак, и он убивает много водяной. Он склепит и смотрит. Мы хотим дружить с любви, но люди плавают у нас в воде. Еще один ведьмак? Серьезно? Я должен поговорить с ним. Бывай. Берингар, как вы уже поняли. Надя? Кто ты? Дриада? Добро пожаловать, беловолосый воин. Приветствую. Если бы не мои горести, я бы поплавала с тобой. Какие горести? Давай поговорим. Давай. Ты говорила о каких-то горестях? Да, просто ужасно. Я потеряла свое чудесное бирюзовое ожерелье, когда плавала здесь при лунном свете. Это был подарок владычице озера. И где ты плавала? Я обычно купаюсь в озере и отдыхаю на этом пляже или на острове. Но в ту ночь я осмелилась поплыть по реке рядом с деревней. Там живут утопцы и их главный ужасный зефир. Хорошо. Кто такой зефир? Когда-то он был самым знаменитым вором в Вазиме. Он двигался быстро и бесшумно, как ветер. И был очень симпатичным. А теперь он кто? Жадность определила его судьбу. Он бежал от кого-то по канализации, но мешок с добычей был слишком тяжелым. Он стал плавуном. Но старые привычки так просто не умирают. Он по-прежнему ворует? Конечно. Без сомнения, это он стянул мое ожерелье. А утопцы защищают его. Ясно. Ладно, я поищу твое ожерелье. Огромное тебе спасибо. Ты замечательный. У меня нет золота, чтобы тебе заплатить, но может тебе пригодятся мои... Хорошо, договор... Я буду ждать тебя в конце вон того пляжа, в чудесной лагуне, где вода отражает серебристый свет луны. Угу. Как мне найти зефира? Ну, если ты убьешь побольше утопцев. Ну, я понял. А где мне найти утоп... Их надо искать ночью. Больше всего их бывает здесь, на берегу. Можешь взять лодку у рыбака и доплыть до отмели. Там они тоже есть. Прощай. Хорошо. Но чё-то я пока их не наблюдаю, но давайте посмотрим. Так. Берег озера. Вместо декупалось оно. Да. Хорошо. Пойдёмте сразу туда. Разбираться с местными утопцами. Я не думаю, что это будет каким-то прям сложным заданием. Такс. Ну, подъём, ребята. Чё за херня? О, утопцы. Есть ещё. Утопец дерётся с эльфами? Хорошо. Вроде как истребил. Давайте пройдёмся дальше. Волки. О! Хорошо. Ещё волки. Знаете, почему у меня не отбавляются жизни? Я уже это заметил. Потому что ночь. А ночью у меня там плюс 50 к воротам. Поэтому у меня норм. Такс. Это что? Проход к полям. Это явно не здесь, да? Явно не здесь она купалась. Тогда давайте-ка сходим к эльфам. Стоп, а тут можно к ним подняться? Здорово, эльф. Уходи. Уходи, твой не. А я войду. И хуй ты мне сделаешь? Эль. Я возвращаюсь в Синие горы. Окей, возвращайся. Хер на тебя. Хер на тебя. Ремесленник. Приветствую. Когда нас окружает хаос войны, мало кого заботит красота и... Ты ремесленник. Ясно-ясно. Да. А местные жители проблем не доставляют. В этом районе... А кто такая был? Местные, кажется, ты поймешь... Угу, угу, прощай. Спасибо, спасибо, спасибо. Эльфийка. Я хочу есть. Что? Я хочу есть. Так у меня есть тебе что дать есть. Ладно. Дурубель. Приветствую, Геральт. Здорово. Приветствую, Эльфийка. Ты забыл меня? Нет. Прошло много времени с тех пор, как мы встретились на краю света. Я тебя не знал. Я потерял память. Неважно. Меня зовут Туровьель. И я рада, что снова нашла тебя. Я тоже рад. Зачем ты пришел? Ты говорила, что мы встречались. Вдоль Блатанна. Долине цветов. Это одно из самых красивых мест на Земле. Тогда я подарила Лютику лютню, на которую награли ты по сию пору. Встреча с тобой изменила меня. Когда-то я ненавидела всех людей, без исключения. А твои слова заставили меня сомневаться. Но потом началась война, и снова ненависть, убийство, горе. Я поняла, что есть и другой путь. Я рад. Я тоже ведьмак. Могу ли я помочь? Можешь. Как видишь, у нас много раненых, и мы умираем от голода. Переговоры с крестьянами пока ничего не дали. У нас осталась только наша честь. Ну да. Ладно. Скажи, что я могу сделать. Нужно купить свежего хлеба. Вот 20 аренов. Этого должно хватить на 5 караваев. Я скоро вернусь. Окей. Тут еще один есть. Вот это тут. Геральт. Не удивлен, что... Это я, Хириадан. Узнаешь меня? Хириадан? Видимо, нет. Ты был занят. Прошло много времени. Верно, Геральт. И видишь, во что все вылилось? Бойня, а не ассимиляция. Ты тяжко трудишься, платишь налоги, а потом приходят погромщики. И ты бежишь, а они жгут твою таверну. Тяжелые времена. Хорошо, что ты здесь. Зачем ты здесь? Затем же зачем и все. Ем ягоды и мечтаю о своем уголке на земле. Попытайся заняться чем-то другим. Партизанская война может стать опасной. Я пережил это. Люди не дали мне жить так, как я хотел бы. Времена презрения. И за каждым углом еще большие горести. Прощай. Ясно. То есть, в принципе, все не так просто, да? Но, к сожалению... Когда это все закончится? Я хочу есть. Это все, да? Хорошо. Но, к сожалению, как бы у нас нет особого выбора, потому что мы видели, на что способны эльфы. Ладно, если они убивают там стражников, рыцарей, ну и прочих. А остальных... Вот таких, как женщин, детей, в чем не повинны граждан, это поведение недостойно. Поэтому... Ну, к сожалению, тут я их поддержать не могу. Ну? Виверна. Две. Виверны мне уже не страшны. А это что такое? А, это мартышка? Я думал, это карликовая мантикора. Господи. Так, неизвестные мстения. Виверны. Виверны. Тропа через лес. Труп. Так, костер. Вот, мне бы в склеп, конечно. О, не, смотри, попали. То есть, вороты не всегда срабатывают. Нет места. Окей. Я там продам сейчас в городе много. Ой. Так, а что на трупе? Ага, ну да, я ж смотрел. Виноград. Угу. Угу. Ого. Прямо так себе ходят, как... О, это долго. Жирнени. Такс. Ну что, давайте зубы с них заберем. Так, а что на ингредиенты мне должно хватать? Место. На зубы, да, на зубы может не хватать. А так. Ох, золотишко! Так, жопу эту рыбу. Хотя лучше вино возьмем. Так. Вход в склеп. Берингар. Загадочный ведьмак и изгой. Наконец-то я нашел его. Проклятая доля ведьмака. Почему? Что тебе нужно, ведьмак? Я довольно долго искал тебя, Берингар. У меня есть к тебе вопросы. Ты не ищешь легендарный доспех? Твои вопросы подождут, потому что тут сейчас будет вихт и несколько брукс. Справишься с ними? Да. Я уже не ребенок. Ха-ха-ха. Ну давай, играй в крутого парня. Как говорит этот старый пердун Весемир, подеремся, увидим. Ну давай. Я слушаю, как они идут. Будь готов. Я с самого детства готов. Каэр Морхен об этом позаботился. Да че ты банты кидаешь? Разлетелись, блядь. Саркофаг. Надо добраться до него первым. Такс, че бы выбросить? Че бы выбросить? Ммм, это что? Яд повешен. Живу. Говно не нужное. О, еще саркофаг. Грабим могилу. Все нормально. Все в порядке. Безображенный труп. Неплохой стиль, но он несовершенен. Во время полупируэта ты оставляешь пах незащищенным. Не думаю. Я тебе покажу, когда мы отсюда выберемся. У тебя классный меч. Я не наерен обсуждать фехтование. Что тебе известно о Саламандрах? Ха-ха-ха-ха-ха. Прямо к делу. Знаешь, что меня смешит, Геральт? Нет. Ты. Такой ведьмачистый, такой быстрый, такой самоуверенный. С таким непоколебимым чувством справедливости. Думаешь, ты лучше меня? Не знаю. Но я не хочу драться с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кодекс это воспрещает. Ха-ха-ха. Дело не в кодексе. Кто идет? О, зареспились. Это обязательно. Да, ёпта. Мне нужно закончить работу. Иди со мной, если хочешь. Лёгкое дело. Беренгар, я не дам себя убить нескольким альпам. Давай поговорим. Заставишь меня? Не собирался этого делать. Я думал... Что поскольку мы оба ведьмаки, мы сможем прийти к какому-то решению? Как по мне, так вы все ничем не лучше негодяя-профессора. Ты просто больший лицемер. Так ты все-таки работал на Саламандрах? Ну конечно. Я такого не говорил. Черт. Че, опять? Пошли за херачем. Думаю, мы закончили. Будем говорить. Хорошо, но не здесь. Идем наружу. Садись у моего костра. Ладно. Ща, подожди. Я соберу тут ингредиенты. Так. А с другой стороны че? Нету прохода что ли? Беренгар. Может там еще что-то есть? Вот, сундук. Вот, сундук. Ну нифига. Серебряное жерелье. Ладно. Нафиг. Все? Да. Это все. Залутано. Так, ну че, пошли. Поднимем таланты. Поговорим с Беренгаром. У нас есть о чем поговорить. Так, сохранимся. Теперь мы... Давай начнем сначала. Как ты связан с Саламандрами? Ладно. История проста. Я никогда не был героем. Они нашли меня некоторое время назад, и тогда профессор сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Ты знаешь, помогай нам, или мы тебе скормим твои же яйца. Я сделал то, что пришлось делать. Забавно. Они мне напомнили вас, ведьмаков. Никогда у меня не было выбора, что с вами, что с ними. Сперва ведьмаки сделали из меня мутанта, а потом профессор сделал из меня преступника. Вдвойне изгой. Я бежал при первой же возможности. Они от меня ничего не получили. Я никого не продал. И вот я пришел сюда. Ясно. Ты говорил о доспехах. Ты не знаешь этой легенды? Я думал, каждый ведьмак ее слышит. Раньше или позже. Расскажи. Легенда, как и положено, рассказывает о великом воителе и его деяниях. Это даже скучнее, чем лютикова баллада о тебе, что почти невозможно. Оказывается, наш герой, хоть он и носил доспехи, использовал ведьмачью технику боя. Может, он сам был ведьмаком? Кто знает? Звучит весьма увлекательно. Звали его Ворон. Он был связан с какими-то гномскими изобретателями, которые посрамили технические знания краснолюдов. В своих тайных мастерских под горой Карбон они создали доспехи, легкие и прочные. Просто идеальные для ведьмака. Легендарные доспехи. Кажется, пора попробовать себя в роли кладоискателя. Именно. Удачи. Я подозреваю, что Ворон похоронен в них. Я давно обыскиваю кладбище и склепы в надежде их найти. Кто может мне рассказать побольше о самих доспехах? Местный кузнец-изобретатель. Он знает легенду. Он также украшает оружие для эльфов. С эльфами поговори. Хорошо. Да? Такс. Говорят, что ты пытаешься разрешить конфликт между людьми и водяными. Они прислали тебя, чтобы разорвать мой контракт? Ладно. Забирай его. Какой контракт? На заключение мира между людьми и водяными. Обе стороны пришли ко мне. Но я не собираюсь с этим ввозиться. А эта работенка вполне подстать твоей легендарной святости. Мне показалось. Или я слышал в твоем голосе зависть. Не льсти себе. Я просто презираю таких людей, как ты. Вернемся к теме. Как по мне. Нужно разделить стороны, и тогда будет мир. Хорошо. Ты говорил о несовершенстве моей защиты. Да. Пах открыт. Даже младенец бы заметил. Я даже знаю, почему открыт. Почему? Для полупируэта нужны обе ноги. А тебе когда-то ногу сломали, да? Возможно. Такова жизнь. Живи мечом, от меча и умрешь. Где я могу найти мирного жреца водяного? Около алтаря владычицы озера на берегу. Иногда догонопоклонники отгоняют его. Так что есть вероятность, что тебе придется подождать. Понятно. Да? Это все. Будь здоров. Так, мне стоит заняться делами пока Берингар не станет. Так. Присо в доспехах ворона кузнецельфийским ремесленникам. Юлиану и жрецом водяным. Хорошо. Разберемся. Так, а что у нас по мутагенам? Хорошо. Особая субстанция, да? А, блядь, у меня места просто нет. Дурак. Ладно. Да, вот она лежит, белая чайка. Я просто без места в инвентаре решил замешать микстурку. Микстурку. Такс. Да не, пускай лежит, может продам. Бутылка с водой. Бутылка с водой. Эти шкуры. Хотя... Я даже не знаю. Ну, вот это, в принципе, можно выкинуть, по чертове мать. Белая чайка. Все, сейчас замешаем еще один мутаген. Такс. Такс. О. Что это такое? Позволяет обнаружать невидимых. Ага, ну понятно. А что она дает? Тейный эликсир вызывает купить выносливость и мутацию. Да, почему нет? Такс. Король и королева. Это бомба, да? Это нам не нужно. Особых каких-то у меня нету талантов. Поэтому это все. Теперь давайте-ка проточим ловкость. Иммунитет к ослеплению 50. От боли бы еще, конечно. Длительность воспламенения. Вероятность остановить воспламенение. Ага. Давайте вот вольф кинем. Один. Тут вообще все прокачано, да? Плюс 2 за каждый уровень персонажа. Это мне уже поздно. Повреждение плюс 30, пока есть кровопотеря, да? Неплохо. Зарядку во время кулачного боя. Но это не нужно. Повреждение плюс 30 во время кровопотеря. Повреждение плюс 30 во время кровопотеря. Интересно. Иммунитет к ослеплению. 50. Вот это вот, конечно. Но это только когда отрава. Ну, блин, удобно. Удобная херня. Надо бы вкинуть, конечно. Интеллект вообще очень слабо прокачан. Но я и не стану его качать. Потому что я не пользуюсь особо эликами и знаками. Просто так, чтобы было. Так, вот сюда вот можно еще кровопотерю вкинуть. Вот, точный удар. Самое подходящее. Блин, как это я туплю так, конечно. Это мне же надо еще пара серебряных знаков вкинуть. Ну вот. 2, 4, 6, 8, 10. Блин, до хера. Надо бы повкидать вот сюда вот эти знаки. Серебряные. Я что-то туплю. Ну, да ладно. Пока, в принципе, основные такие показатели качаю. О, все. Можно двигаться. А куда нам нужно двигаться? Так, статуя. Проход к деревне. Ну, давайте сначала в деревню сходим. Ой, блядь, не туда пошел. Потом уже займусь водяным, эльфами. Ну, кстати, насчет того, чтобы возвращаться к эльфам, стоит прикупить у них парочку караваев. Такс. Сколько она там, 5 штук говорила, по-моему? Это Турувель. Что знакомое имя это Турувель. Только я не помню откуда. Я когда-то читал, в принципе, книжки Анджиа Сапковского, но, блин, я уже их так смутно помню, что капец. Лютик. Лютик. Как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировала Трис, это было удивительное ощущение. Всегда хотела ты попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно. Надо будет использовать это в моей новой балладе. Какое чудесное место. Трис сказала, мы должны оставаться здесь, пока все в Изиме не стихнет, а принцесса не забудет о своей мечте перегрызть тебе глотку. Не имею ничего против. Расскажи мне об этом месте. Если можно, прозе. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. Какие тут крестьянки. К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтиса, выходит замуж за Юлиана, состоятельного купца из Кавира. А еще здесь живут водяные и... Ах, да! Еще Алина взяла опеку над Альбином. А нашим Альбином? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да, Трис просил тебя присмотреть за ним, так как кто-то другой тоже его ищет, или что-то в этом роде. Ясно. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрей в таверну. Какая-нибудь очаровательная девица обязательно пробудет мое вдохновение. Ага, Лютик. Кажется, ты, блядь, болван. Ладно. Дом пекаря. Пошли туда. Кузнец. Пекарь. Вот дурные девки. Здесь воняет. Берингар-то уж точно красивее тебя будет. Да? Берингар. Ну, у него шапочка такая дебильная, поэтому ему со мной не соревноваться. Так. Не к добру это. Приветствую, мил... Приветствую. Таки... Так, слышь, я не хочу с тобой разговаривать. Иди нафиг. Деда, Селина, стой. Да? Привет, детка. Как дела? Я бы хотел с тобой поговорить. Я не в настроении для болтовни. Ой, да ладно тебе, ну... Чё ты? Да? Твоя сестра рада, что выходит замуж. Ну, конечно, она рада. Ей немного надо. И уж точно ей наплевать на младшую сестру. Думаешь, я завидую? А я только правду говорю. Алина счастья не заслуживает. Ненавижу эту нимфетку. Она же у нас зеница ока папочки. Ей всё можно. А теперь она закадрила Юлиана, богатого купца, самошляется везде и задирает нос. Не беспокойся. Ты себе найдёшь хорошего мужа. Лучшего, чем Юлиан? Не этого? О, как я страдаю за народ Адама. Издеваешься? Или, может, ты имеешь в виду отшельника из полей? Такие вот варианты. Ты видел, какой обручательный? Обручательное кольцо Юлиан подарил Алине. С бриллиантом, с голубиное яйцо. Не нужно злиться. Почему ты тоже на её стороне? Признайся, она тебя тоже околдовала? Нет. Нет, вы уже успели на сеновале покувыркаться. Я её знаю. Как же я её презираю. Ну нет, сестрёнка. Такой лапы тебе не будет. Тебя она не получит. Ты будешь моим. Я тебе отдамся прямо сейчас. На ближайшем камне. Только ты должен подарить мне кольцо покрасивее, чем то, что Юлиан подарил Алине в честь помолвки. Идёт. У меня есть для тебя кольцо. Покажи. Оно красивее, чем Алине. А, оно у меня в слотах. Так, подожди секунду. где ты нашел заткнись и поцелуй меня это тоже подходит окей еще одна мою коллекцию такс но это было замечательно по моему что ж дорогие друзья на этой позитивной ноте пожалуй закончим предпоследняя локация хотите не хотите но игра к сожалению подходит к концу всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока